Короче говоря, я богатый. Это был вторник. Я сидел на диване и играл в приставку. Правда, у меня не было приставки. Да и телевизора тоже. Единственное, на что мне удалось накопить за этот год, геймпад. Я закончил играть, даже не начиная играть. Да, дела шли совсем паршиво. Попросил их идти чуть лучше. Надо что-то менять. Понял, что все мои беды из-за отсутствия денег. Деньги в жизни, конечно, не главное. Но всё-таки главное. Почитал, как можно подняться за короткий период времени. Всё просто, надо встать с дивана. Не, это слишком сложно. Купил лотерейный билет. Выиграл миллиард. Ну, о, другое дело. Курьер привёз мой миллиард. Попросил на чай. Я сказал, что у меня нет на чай. Пошарил по карманам. Отдал ключи от квартиры. Ушёл из дома. И только тут до меня начало доходить. Неужели всё так просто? Похоже на то. Теперь я сказочно богат. В первую очередь поеду, кроме похвастаться. Заказал супер ультима премиум бизнес такси для миллиардеров. Приехал Акиарио. Красиво жить не запретишь. Приехал кроме. Показал ему деньги. Он удивился. Он вернулся и попросил у меня немного половину. Я отдал. Не потому, что он мой лучший друг. А потому, что сумка стала полегче. Рома сказал. Ну чё, спасибо, пока. И улетел на Мальдивы. Так, а я пока немного потусуюсь здесь и начну свою жизнь с чистого листа. Чем бы заняться в этой задрипанной конуре? О, поиграю в ком. Включил. Но Ромин монитор испортился и не выдавал половину изображения. Это не проблема. Теперь я могу купить себе самый крутой монитор. Да такой, что на нём будет комфортно и играть, и смотреть фильмы. Сказано, сделано. Я купил самый крутой монитор, который смог найти. Курьер доставил мне коробку с монитором. Я отвалил ему немного чаевых и принялся подключать новый монитор к компьютеру. Это был новенький Orus Fi32U. Я запустил RDR2 на максималках. Игра выглядела просто шикарно из-за суперскоростной IPC матрицы с частотой 144 Гц. А 4К разрешение позволяло увидеть даже самые мелкие детали. Играть было одно удовольствие. Кроме того, монитор можно подключить не только к ПК, но и к консолям нового поколения. А благодаря HDMI 2.1 консоль раскроет весь свой потенциал. В играх и фильмах картинка просто превосходная. Я весь вечер играл в разные игры, кушал самую дорогую еду и просто кайфовал. В 3 часа ночи я почувствовал усталость и лёг спать. Проснулся на утро с болью в спине. Какой неудобный диван. Я хотел было купить сюда шикарную кровать, но в какой-то момент решил не мелочиться и купить целый дом. Нашёл неплохой домишко за 200 миллионов. Пойдёт. Купил дом и вскоре вошёл внутрь. И только тут до меня начало доходить. Да я не просто сказочно богат, я ещё и дико крут. Тут было около 20 комнат, 3 этажа, сауна с бассейном и гигантская территория со всеми возможными удобствами. Я же могу отсюда не выходить всю жизнь. Первые несколько часов я просто ходил по дому и пытался запомнить, где что находится. Посмотрелся в зеркало. Круто. Имею в виду зеркало крутое. Отражение такое себе. Надо переодеться. И вот я уже похож на самого крутого олигарха. Только домашняя версия. Осталось только заполнить гараж спорткарами и больше ничего в жизни не надо. В дверь постучали. Я пошёл открывать. Шёл очень долго. Прошёл три пролёта по лестнице. Мимо спальни. Поиграл на рояле. Пропыл бассейн. Через полчаса добрался до двери. Открыл. Там стоял Рома. Что он тут забыл? Он сказал, что у него закончились деньги. Как они могли закончиться за один день? Рома сказал, что ещё даже не вылетал из страны. Просто ценники в аэропорту сильно кусаются. Да, Жиза. Предложил ему ненадолго остаться у меня. Он спросил, где здесь туалет. А я откуда знаю? Рома ушёл искать и пропал. Мы встретились с ним через три часа. Туалет он так и не нашёл. Вот они и проблемы богатых людей. Роме пришлось сходить в туалет в бассейн. Потом мы полежали на лежаках. Посидели на сидушках. Постояли на стоянке. В бассейне купаться не стали. Рома спросил, есть ли здесь спортзал. Понятия не имели. За этот день мне удалось изучить только процентов 20 от дома. Нужно составить список того, что есть в моём доме. Пошёл вглубь дома и записывал всё, что видел. По итогу выяснил, что здесь есть собственное озеро, личный продуктовый магазинчик, небольшой городок с развитой инфраструктурой и по меньшей мере 6 спортзалов. Нормально. Я походил по дому. И тут стал понимать, что мне чего-то не хватает. Этот дом не делал меня счастливой. Вскоре мне стало совсем грустно. У меня вроде бы всё есть, но как будто ничего нет. Рома сказал, что лучше съездить домой, поиграть в комп. Я прилёг в свою комфортабельнейшую кровать и включил плазму. Делать совсем нечего. Я стал скучать по прежней жизни в своей однушке. На глаза накатили слёзы. Я хотел было вытереть их, но здесь не было ни одной салфетки. Я поискал на кухне, во всех спальнях, на всей территории дома. Да что ж такое? В моём старом доме всегда везде были салфетки. Я собрал свои вещи, оставил здесь сумку с деньгами, переоделся и уехал обратно в свою квартиру. Приехал на место, но видимо где-то потерял ключ. И тут внезапно вспомнил, что отдал эту квартиру курьеру, который привёз мне миллиард. Постучался. Мне открыл тот самый курьер. Он улучшился счастьем, а я смотрел внутрь своей бывшей квартирки. Ностальгия распирала меня изнутри. И тут я сказал. Вы не хотите пожить в моём трёхэтажном роскошном домике со всеми удобствами? Я вам его отдаю. Короче говоря, богатый курьер. А для нас очень важно, чтобы вы прямо сейчас поставили лайк и подписались на наш канал. Мы очень стараемся для вас. Кстати, по ссылке в описании вы сможете приобрести крутой монитор Orus Fi32U с топовыми характеристиками. А пока можете заценить наши предыдущие видосы. Спасибо за просмотр и ждём тебя снова.